Что скажете про Томису Водову? Про него у нас один дом. Говорит, что он. Демид, удивлен твоей грамотностью и произношением. Благодарю. Сколько языков знаешь и почему Рамзан спустя столько лет на госдолжности не смог нормально выучить язык? Да и по-чеченски диалект у него странный. Это нормально? Благодарю тебя за оценку моей грамотности и произношения. Почему Рамзан спустя столько лет на госдолжности не смог нормально выучить язык? Потому что способность к познанию, она не каждому человеку это дано. Но, понимаете, этим отличается тупой от дурака. Многие не понимают разницы между тупым человеком и дураком. А это совершенно разные люди. Все там думают, что он что-то представляет из себя. Но он всего лишь болтун. Тупой человек, это тот человек, который не стремится к знаниям. И поэтому он их не постигает. Вот он тупой. Но при этом он не дурак. Он далеко не дурак. А дурак, он может быть очень грамотным. Он может быть выдающимся ученым. Но при этом он будет дураком. Например, его может какой-нибудь аферист в два счета обыграть, наказать его, лишить его каких-то денежных средств. Потому что он дурак. Вот в этом смысле он дурак. Но он далеко не тупой. Он очень умный человек. Потому что он стремится к знаниям, он их постигает. А вот тупого далеко не каждый аферист сможет обвести вокруг пальца. Потому что тупой, он далеко не дурак. Но он тупой. Потому как у него нет никакого стремления к познанию новой какой-либо информации для себя полезной. Поэтому он тупой. Я вас тоже прошу, оставьте его, не слушайте. Просто интересно бывает, когда он ерунду несет. Потому что, чтобы человек познавал, у него должно быть желание это познавать. Если у него нет этого желания, ты не можешь ему насильно это влить в его голову. Это не работает так. Это вот как прошивка бывает. Подключил там по USB и залил. Так не работает. У него должно быть желание. И вот у тупого человека это желание отсутствует. Демид. Удивлен твоей грамотностью и произношением. Благодарю. Сколько языков знаешь и почему Рамзан спустя столько лет на госдолжности не смог нормально выучить язык? Да и по-чеченски диалект у него странный. Это нормально? Благодарю тебя за оценку моей грамотности и произношения. Почему Рамзан спустя столько лет на госдолжности не смог нормально выучить язык? Потому что способность к познанию, она не каждому человеку это дано. Понимаете, этим отличается тупой от дурака. Многие не понимают разницы между тупым человеком и дураком. А это совершенно разные люди. Тупой человек это тот человек, который не стремится к знаниям. И поэтому он их не постигает. Вот он тупой. Но при этом он не дурак. Он далеко не дурак. А дурак он может быть очень грамотным. Он может быть выдающимся ученым. Но при этом он будет дураком. Например, его может какой-нибудь аферист в два счета обыграть, наказать его, лишить его каких-то денежных средств. Потому что он дурак. Вот в этом смысле он дурак. Но он далеко не тупой. Он очень умный человек. Потому что он стремится к знаниям. Он их постигает. А вот тупого далеко не каждый аферист сможет обвести вокруг пальца. Потому что тупой он далеко не дурак. Но он тупой. Потому как у него нет никакого стремления к познанию новой какой-либо информации для себя полезной. Поэтому он тупой. И вот если человек, если он тупой, то не важно какую он занимает должность. Там, из какого там происхождения он принадлежит, из какой он с ними богатый и так далее. Это не имеет никакого значения. Если он тупой, то это неисправимо. Потому что, чтобы человек познавал, у него должно быть желание это познавать. Если у него нет этого желания, ты не можешь ему насильно это влить в его голову. Это не работает так. Это вот как прошивка бывает. Подключил там по USB и залил. Так не работает. У него должно быть желание. И вот у тупого человека это желание отсутствует. И вот если человек, если он тупой, то не важно какую он занимает должность. К какому там происхождению он принадлежит, из какой он с ними богатый и так далее. Это не имеет никакого значения. Если он тупой, то это неисправимо. Что вам в Грузии больше всего понравилось? Слушай, в Грузии мне много чего понравилось. У меня очень хорошие впечатления от Грузии. Начиная от природы грузинской, заканчивая людьми грузинами. Это место для меня очень такое родное. Грузия. Все равно вот этот кавказский менталитет, он... Это что-то такое прям родное. Ты скучаешь по этим вещам, когда ты выходишь вот из этого... Из этой обстановки. В Грузии, например, бывало так частенько, что ты... Например, я стою в магазине в очередь. И со мной, например, мой ребенок какой-нибудь. И спереди стоящий, допустим, грузин, он только раз посмотрит на ребенка. Берет там какой-нибудь чупа-чупс там, жвачку, и дает ребенку. И оплачивает, уходит. Или, например, ты гуляешь там со своей семьей, идешь по городу, и какая-нибудь бабушка такая останавливается. Ой, там какие детки красивые. Минутку там раз залазит в сумку, что-то находит конфеты и угощает. Это такая чисто кавказская вещь. Ее нет за пределами Кавказа. Вот этого нет. Здесь, если ты там не то, что там что-то попробуешь ребенку дать, ты просто его... Понравится тебе этот ребенок, ты там захочешь его как-то там приласкать, да, подшутить с ним, родители могут это неадекватно понять. Чуть ли позвонить в полицию и сказать, что ты там домогался до ребенка. То есть, понимаете, насколько это разные, как бы, культуры, разный менталитет. Поэтому Грузия для меня это такое очень родное место. Алик снова. Абу, здравствуй, здоровья тебе и твоим близким. Я русский. И вырос на русских сказках. Колобок, аленький цветочек и так далее. А на каких сказках чеченцы растили своих детей? Тебе какие рассказывали перед сном? Или с детства дети мусульман перед сном Коран слушали? Здравствуй, Алик снова. Знаешь, у Лермонтова есть стих, это ли поэма? Кажется, называется... Валерик, по-моему, называли. Там есть такие слова. Идики тех ущелий племена, им Бог свобода, их закон война. Они живут среди... Они живут среди чего-то там явных, каких-то дел и дел необычайных. Я забыл сейчас, в общем, как. Ну, в общем, там есть такие слова. Там дети... А, нет. В колыбели песни матерей пугают русским именем детей. Это Лермонтов написал такие слова. И действительно, раньше детей, когда дети плакали... Мой отец мне это рассказывал, что детей пугали, говоря... Гас хи вовн, гас хи вовн. То есть, идет русский. Русский солдат, типа. Так что, в сказке... Я, честно говоря, не помню. Мне не рассказывали сказки. Ни Колобок, ни Алики Цветочек. У меня этого не было. Я вырос на мультфильме Том и Джерри. Это был самый... Самый главный интересный мультик моего детства. Я вырос на играх. Дэнди, Сега. Потом Плейстейшн. Сказок не помню. А, вот нам приводят эти слова Лермонтова. Сейчас я зачитаю. Идики тех ущелья и племена. Им Бог свобода, их закон война. Они растут среди разбоев тайных, жестоких дел и дел необычайных. Там в колыбели песни матерей пугают русским именем детей. Вот он был магистр слова, да, Лермонтов? Лермонтов, Пушкин. Конечно, мощные поэты. Субтитры создавал DimaTorzok